Это улица российского академика Уильямса, а это улица Тульская. И таких названий историки в Одессе насчитали больше сотни. После полномасштабного вторжения войск России на территорию Украины в стране началась массовая дирюсификация, смена названий и снос памятникам российским деятелям. У нас есть улица Дмитрия Донского, Александра Невского, это московские и новгородские князья. Что они делают в Одессе? Они не имеют никакого отношения к одесской истории. Также Суворов не имеет отношения к одесской истории. Поэтому я предлагаю все это убрать из Одессы. После всех зверств, которые сделали здесь российские солдаты, здесь не может быть названий, связанных с Россией. В Одессе на фоне декоммунизации всегда возникали скандалы. К примеру, проспекту Небесной сотни несколько раз возвращали старое название маршала Жукова. И если до 24 февраля часть жителей была против переименования, то теперь они хотят избавиться от всего русского. Категорически за. Потому что это метки российского империализма и российской империи на территории Украины. Вот если посмотреть на историю, то в Варшаве, в центре Варшавы был очень красивый православный храм, который в 2000-х годах снесли. При том, что это был памятник архитектуры ЮНЕСКО. Вы знаете, после этой боли, которая у нас и которой мы переживаем, ну уже прощения им не будет никогда. И мы сейчас, после этих расстрелянных детей, после этих замученных наших граждан, вы понимаете, это понять эту боль можно. Самые горячие споры среди жителей Одессы вокруг памятника Екатерине II, который расположен в центре города у Приморского бульвара. Установили его в 2007 году. Тогда появление Екатерины вызвало шквал критики. А после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса его уже пытались снести. Она привязала крестьян к земле. Ну то, что называется словом, крепостное право введено было. Есть негативный опыт разгона Запорожской Сечи в 1775 году екатерининскими генералами. Идет третий месяц полномасштабной войны с РФ. А вопросы дерусификации, говорит депутат Петр Обухов, еще даже не выносили на рассмотрение. Тем временем жители города уже знают, кого хотели бы видеть на месте снесенной Екатерины. Памятник Екатерины стоит заменить на мемориал памяти героям Азов Стали и Мариуполя. Почему ты считаешь? Ну потому что они наши герои, это настоящие самураи нашего времени. Они этого заслужили.